ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. В этой программе подведем главные автомобильные итоги года. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Итоги, надо сказать, невеселые. Не припомню такого периода в истории современной России, когда автомобили так стремительно дорожали. По официальным данным, рост цен на новые отечественные модели не превысил 8%. На самом деле, эту цифру можно смело умножать на 2, а то и на 3. Дорогие чиновники, хорошо, что вы нас хотите обнадежить. Но мы ведь живем не в замкнутом пространстве. У нас есть глаза и уши, и мы видим, что происходит. Новым интернет-мемом в уходящем году стали фото ценников из автосалонов. Допы на несколько сот тысяч рублей, а где-то на несколько миллионов. Конечно, ужас. Но, знаете, лично я оцениваю ситуацию с допами как некую агонию дилерских сетей. Все, на мой взгляд, идет к тому, чтобы процесс покупки автомобиля стал максимально простым, и из него выпало звено в виде дилера. Открыл мобильное приложение, выбрал марку, модель, комплектацию, оплатил, и все. Машину доставили прямо с завода в удобное для тебя место и время. Уверен, что такая практика станет доминирующей уже через несколько лет. Взлетели цены и на поддержанное авто. Если вы присматривались ко вторичному рынку в 2021 году, то вам известен этот факт. Стоимость некоторых моделей после нескольких лет эксплуатации не изменилась или даже стала выше. Реализовать желание сменить средства передвижения в таких условиях стало очень сложно. По данным социологов, от планов по покупке другого авто в уходящем году отказался каждый второй российский автовладелец. Ну а те, кто купил, остается их только поздравить. Поздравить с теми же допами, с немаленьким ежемесячным платежом по автокредиту. Да, есть категория водителей, которых вообще эти вопросы не колышат. Они могут позволить себе машину люкс-класса или даже не одну. Продажи в этом сегменте в 2021 году, кстати, уверенно росли. Цены на бензин и дизельное топливо. Ситуация тут напоминает один сплошной день сурка, вернее год сурка. На протяжении многих лет, в начале года, правительство нам говорит, что рост стоимости топлива не выйдет за рамки инфляции. Проходит 12 месяцев, и мы наблюдаем совершенно иную картину. Давайте мыслить трезво. Бензин будет дорожать? Да. Бензин внезапно подешевеет? Нет. Посему всеобщее нытье по этому поводу предлагаю прекратить. Пусть каждый решает сам, делает свой собственный выбор. Не устраивают ценники на АЗС? Что-то меняй в своей жизни. Только не ной. Трасса 101. Ну и подводя итоги года, разумеется, надо упомянуть о реформе техосмотра. Ох уж это ТО. Ссылаясь на тех же социологов, в последние годы только 20-30% автовладельцев проходили его честно. В августе 2021 года, напомню, техосмотр отвязали от ОСАГО. Диагностическая карта для покупки полиса автогражданки стала не нужна. Теперь техосмотр будет обязательным только при перерегистрации транспортного средства старше 4-х лет и при внесении изменений в конструкцию. Ну а в том, что ТО будут по-прежнему покупать, никаких сомнений нет. На этом все. Удачи на дорогах. Пока. Трасса 101.